Добрый день, дорогие зрители! Мы, поколение 21 века, не знающие войны. И сегодня отдаем дань памяти тем, кто погиб, кто не дожил, кто хотел вернуться, но не смог. В коридорах звенят детские голоса «Мирная Россия», но память о тех страшных днях Великой Отечественной войны жива. В каждой семье рассказывали о погибших родственниках, исковерканных судьбах близких. А что же значит слово «война»? Мы живем в мире, строим планы, ставим перед собой цели и стремимся к ним. Но вдруг вспыхивает пожар войны, и все наши надежды превращаются в пепел, и приходится начинать сначала, залечивать страшные раны и строить новую жизнь. Мы с вами смотрели много фильмов о войне, но сегодняшнее поколение войны не знает. Но много слышали о ней от старших. Не могли не слышать, потому что она пришла в каждый дом, в каждую семью. И длилась долгих 4 года 1418 дней. В те далекие годы фашистская Германия захватила страны Европы и вероломно напала на нашу страну. Небывалое сопротивление встретили фашисты. Они шли по нашей земле, разрушая все на своем пути, не щадя никого. 27 миллионов жизней наших соотечественников унесла проклятая война. Погиб, вдумайтесь в эти цифры, каждый восьмой житель страны. Никогда раньше в истории войн не было такого количества совершенных подвигов, такого количества примеров мужества и героизма в этой войне. А нужно ли говорить о войне? Может, не надо деребить старые раны? Может, легче забыть? Нет. Нужно говорить об этом. Помнить эту страшную войну. Кто не помнит прошлое, у того нет будущего. Прошла Великая Отечественная война, оставив за собой кровавый след. Но мы победили 9 мая 1945 года. Люди стали жить дальше, строить мирную жизнь. Войны начинаются без участия интересов любого народа. Каждая война это передел территорий и власти. А в итоге страдают простые граждане. Погибают мирные люди, старики, женщины, дети. Невольно приходят на ум строки писателя и мыслителя Бернарда Шоуа. Теперь, когда мы умеем летать по небу, как птицы, плавать по воде, как рыбы, нам осталось одно – научиться жить на земле, как люди. Космонавты из космоса видели нашу землю голубой. Они утверждают, что она великолепна. Пусть наша земля будет голубой, розовой, зеленой, любой, только не коричневой от фашизма, только не черной от истребления людей, только не серой от пепла военных пожарищей. Чтобы не повторился этот ужас, людям должна быть знакома боль тех, кого опалило пламя войны. Поэтому война сроку давности не подлежит. Так позже небо будет чистой, земля будет мирной и люди будут добрыми. До новых встреч!